Между управлением образования администрации округа и Видновской дирекцией киносети было подписано соглашение о сотрудничестве, в рамках которого школьники посещают с экскурсиями подразделения организации и знакомятся с профессиями. Также в рамках программы «Билет в будущее» стартовал цикл профориентационных мастер-классов. Даже, наверное, в мою юность не было таких программ, по крайней мере, они не были так распространены, чтобы можно было в старших классах уже наглядно увидеть изнутри разные профессии, разные предприятия, для того, чтобы легче было сделать свой выбор, выбор будущей профессии. Сейчас эта тема распространена, актуальна, и дети имеют такую возможность, это прекрасно. «Мир телевидения» под таким названием прошел открытый урок для лицеистов. Своя личная история о том, почему решили связать свою профессию с журналистикой и как оказались по ту сторону экрана, старшеклассникам рассказали заместитель генерального директора Видновской дирекции киносети Юлия Погосян и шеф-редактор телеканала «Видное ТВ» Дмитрий Книга. Он рассказал, как впервые столкнулся с местным телевидением еще в школе. В 1997 году к нам пришел телеканал, тогда он назывался «СКТ» студии кабельного телевидения, он же «Видное ТВ» сейчас, снимать сюжет про что-то юные таланты. Я играл на музыкальном инструменте, и там я небольшой отрывочек сыграл в рамках этого сюжета, репортажа. Учащейся видновского художественно-технического лице Диане Сирока было очень важно посетить мастер-класс. Девушка рассматривает профессию журналиста как одну из возможных будущих специальностей. Я хотела бы узнать, куда лучше идти учиться, что стоит тогда сдавать на ЕГЭ и куда лучше поступать, а также в чем плюсы и минусы данной профессии, куда потом лучше идти работать. Учитель истории и общества знаний Ольга Орлова отметила, что ребята были рады узнать из первых уст о всех тонкостях работы на телевидении. У нас есть профильные гуманитарные классы, которые ориентированы на именно это направление. А во-вторых, сейчас СМИ очень сильно развивается, многие хотят быть блогерами, журналистами, работать с камерой, с соцсетями. Интересна сама работа журналиста, как она связана также с рекламой и какую работу проделывают журналисты, потом с той информацией, которую они узнают, то есть как они ее обрабатывают, возможно. Мастер-классы в образовательных учреждениях округа планируются на постоянной основе. Сотрудничество с управлением образования только начинается, и мне бы хотелось вообще все школы охватить. Более того, мне бы хотелось, чтобы все наши коллеги, телеканал «Видное ТВ» и «Виновские Вести» хотя бы один раз побывали на подобных мастер-классах, потому что это бодрит, это, знаете, от рутины повседневной избавляет. Определить, какая профессия по душе – ключевой вопрос для каждого подростка, и в этом ему призваны помочь взрослые. Наталья Буслаева, Сергей Ларин, Ольга Садовская. «Видное ТВ». Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...